Здравствуйте! Сегодня наш ролик посвящен топ-10 кустарников, цветущих для сада. Именно зимой мы начинаем планировать наш сад и подумаем о том, какие же кустарники нас должны радовать на протяжении всего летнего периода. Не просто свои красивые листвы, но и еще ароматными цветами. Итак, первое почетное место среди раннецветущих кустарников занимает, конечно же, сирень. На сегодняшний момент сирене представлено огромное количество. От простых цветов до махровых и до супермахровых. То есть выбор очень большой. Высота кустарника, как правило, составляет где-то от полутора до двух метров. Ну, второе почетное место я отдаю раннецветущему кустарнику. Это форзиция. Форзиция тоже кустарник, который в нашем регионе достаточно хорошо себя чувствует. Единственное, что нужно в период зимний укрывать некоторые сорта, потому что могут вымерзти. Но, поверьте мне, эти заботы стоят того, так как цветы необыкновенные красивые. Бывают махровые формы, бывают просто обычные звездочки. Но, тем не менее, ваше сердце весной будет покорено этим необыкновенным кустарником. Высота кустарника составляет где-то от полутора до двух с половиной метров. Подхватывает весеннее цветение. Это кустарник, который заслуженно занимает, наверное, одно из самых почетных мест в саду. Это вигейла. Разновидностей вигейл настолько много. И не только с разновидностью цветка, но и раскрасом листьев. Есть сорта, которые имеют окрас листа темно-винного цвета. Это правда очень красиво. И самое интересное, что период цветения у вигейлы, нельзя сказать, что это чисто весенний цветок. Он как-то размазан во времени. То есть может получиться так, что весной она у вас зацвела очень обильно и красиво, а потом спустя какой-то промежуток времени начинают доцветать боковые побеги. Либо, как в частности, у меня так на даче происходит, что получается, что, как заявлено везде в справочнике, что вигейла это достаточно весенний цветок и на первую половину лета, то на самом деле получается, что она цветет не просто только весной, начало лета, но еще и доцветает во второй половине лета. Это уже ближе к августу. У нее наступает вторая волна цветений. И, поверьте, этот кустарник заслуживает внимания. Ну, конечно же, чубушник. Ни один сад не обходится без чубушников или жасмина. Это цветок, который не просто красив, но обладает еще необыкновенным ароматом, который просто цветочная клумба на одном кусте. Формы цветов бывают различные, простые, махровые. Размер чубушника бывает от двух метров и выше. То есть насколько вы позволите ему расти. Еще один из кустарников, который заслуживает вашей внимания, это спирея. Видов у спирея достаточно много. Есть весенний цветущий спирея, есть летний цветущий спирея. Раскраска у цветов тоже достаточно разная. Бывает и белый, похож на черемуху, спирея серая, и до нежных красных, розовых. То есть вариантов масса. Размер у спирея тоже достаточно разный. Бывает спирея, которые миниатюрки, которые 50-60 сантиметров, и спирея, которые достигают до двух метров. То есть, представляете, спиреи все шикарно стригутся, хорошо переносит стрижку, и спирея можно сделать также живую изгрыть. Кстати, у нас был ролик о живой изгрытике, я тоже вам дам ссылку. Еще один из цветков, который тоже заслуживает ваше внимание, он называется японская айвак, в простонародье его зовут, или хеномелис. Разновидностей их тоже бывает несколько. Высота куста, как правило, от 50 до 80 сантиметров. Мало того, что он очень красиво цветущий. Бывают цветочки красные, бывают белые, так она еще и плодоносит. После цветения кусты украшают уже ближе к осени необыкновенные красивые плоды. Поверьте, это тоже красивый, достаточно красивый цветущий кустарник, который прекрасно зимует в наших условиях. Курильский чай или ловчатка называют тоже достаточно любимый всеми садоводами, огородниками кустарник, который цветет, внимание, на протяжении всего лета. Период цветения начинается у него с весны и заканчивается, ну, фактически сентябрем. Высота кустарника от 80 до метра. Есть курильский чай, который размер его составляет 50 сантиметров. Раскрас цветочков разный, от желтого, красного и до розового, и белое тоже. То есть считается, что кустарник не только цветущий, но и полезный. Листочки можно использовать для заварки чая. Что еще можно сказать? Кстати, вот из курильского чая можно сделать великолепную изгородь живую. Обратите внимание на этот кустарник. Ну и, конечно же, родендрон, который тоже заслуживает ваше внимание. Необыкновенные красоты цветы покорят сердце любого садовода и огородника. И не только. Сейчас выведены сорта родендронов, которые достаточно хорошо зимой в средней полосе с небольшим укрытием. Поэтому цветок тоже заслуженно занимает почетное место в наших садах. И самый мой любимый кустарник, который... Я считаю, что ему можно отдать самое первое почетное место. Это гортензия. Гортензия метельчатая, гортензия древовидная, гортензия, все виды разноцветных гортензий заслуживает действительно первое почетное место. Кустарник начинает цвести буквально в начале лета и заканчивает свое цветение поздней осенью. Размер кустов бывает различный. Есть картензия бубок, который размер кустика составляет всего от 50 до 70 сантиметров. Но высота цветочного почетка составляет до 30 сантиметров. Представляете, такой маленький кустарничек и такой у него огромный почеток. Цветет он на протяжении всего лета. Место ему можно отвезти, ну, полусолнечное. Но, в общем, метельчатая гортензия предпочитает, конечно, чтобы было обязательно солнце. Но, тем не менее, гортензия настолько неприхотливая. Сейчас выведены сорта гортензий, которые цветут вот такими необыкновенными большими початками. Имеют прямо стоячие кусты, которые не разваливаются после дождя. И, поверьте, зрелище, конечно, впечатляющее. Это король сада гортензия. И самое интересное, что не только по окончании летнего сезона гортензия будет радовать, она еще прекрасно очень в сухих выкетах смотрится. То есть на протяжении всей зимы, сохраняя свою вот эту цветовую окраску. Очень многие сорта в течение лета, когда цветут белыми, период там у них цветения, во время цветения изменяется цветовая окраска цветков. То есть от зеленых, от белых, желтоватых и до ухода к осени уже в розовые и в красные тона. То есть, представляете, какое зрелище? То есть на протяжении лета кусты меняют свой окрас. Я думаю, что вам стоит обратить пристально внимание на гортензию. Еще один мой самый тоже любимый кустарник, это скумпик кожевиный или бариковое дерево. Цветы у него, когда этот кустарник зацветает, поверьте, что ни один человек мимо него проходящий просто так не пройдет. Он обязательно остановится и скажет, боже мой, что это за кустарник? Это необыкновенная красота не только цветов, но и самого кустарника. То есть окрас листьев у него темно-винного цвета. Вы представляете, какой красавчик? Высота тоже бывает различная. Растет он достаточно хорошо, но требуется там немного, есть некоторые секреты выращивания. Но поверьте, он стоит этого, чтобы за него посражаться, побороться. То есть на зиму его обязательно нужно укутывать. Но когда он зацветает, ему можно простить абсолютно все. Создается впечатление такого воздушного облака. Я вам назвала вот 10 таких вот самых заслуживающих внимания кустарников. Оставайтесь с нами. До свидания. Пока.